Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа продолжение воспоминаний Александра Горянина. Начнем с другой темы. Пять последних лет в нашей программе звучали записки Марины Ефимовой, составившие за это время полноценную и весьма объемную книгу. Названия у записок не было, Марина так и не позаботилась об общем заголовке. И вот теперь Марина Михайловна ушла. Но до последних дней она напряженно и всегда аккуратно работала. Ее никогда не нужно было ждать, напоминать ей о каких-то договоренностях, более аккуратного автора еще поискать. Марина Ефимова готовила главы книги, как и все вообще свои передачи, наперед, заранее, предвидя малейшие помехи. Сделать удобно редактору и вообще другому человеку входило в ее понятие чести. Так и с последней, написанной ею главой. Она прислала ее раньше срока, на всякий случай, не допуская цейтнота. Я прочел главу и утвердил. Боже, что мне приходится произносить? Я всего лишь выпускающий редактор, у нее, у мастера. И она записала. И скончалась. Глава называется «Записки садовода-любителя» и состоит из двух частей. Сегодня часть первая. Читает автор. Не верится, конечно, что любительское пристрастие к садоводству способно довести до жизненной драмы. Но меня довело. Я с детства любила растения больше, чем животных. Ботанический сад больше, чем зоологический. Луга и рощи больше всех остальных пейзажей, включая морские и горные. Я могла неделями наблюдать прораставшие во влажной марле семидоли бобов. Засматриваться на нестандартную сексуальную ориентацию пестиков и тычинок. Или подолгу разглядывать репродукции из русских картин, вроде Поленовского луга или Шишкинского уголка заросшего сада, с любовно выписанной сныть травой. В моем характере даже было главное качество, необходимое садоводу – терпение. Я не пошла учиться на биофак только потому, что в школе меня не взлюбила учительница-ботаники, и робость перед дней перешла на ее предмет. Но, как я поняла много позже, мне была свойственна убийственная для этой профессии слабость. Ее сформулировал какой-то знаменитый английский ботаник. Он писал «Настоящий садовод не тот, кто любит цветы, а тот, кто ненавидит сорняки. Во мне этой ненависти не было. Все, что росло, особенно если росло в тяжелых условиях, вызывало мое уважение, сострадание и желание поддержать. Помню, как восхитили меня в юности дворы в Киеве. В отличие от каменных ленинградских колодцев, они были солнечными, и там из щелей в асфальте то бил фонтан зеленой кукурузы, то ядреный плющ цеплялся за пожарную лестницу, а то криво рос и какой-нибудь непропорционально могучий тополь. Еще в раннем блокадном детстве я радовалась непобедимым одуванчикам и цветкам мать и мачехи, которые в условиях, близких к боевым, зацветали весной на ленинградских развалинах. Я с плотским удовольствием теребила серебристые листики лебеды на пустырях, а цветы иван-чая, покрывавшие сиреневой дымкой уродливые погорелья, полюбила на всю жизнь. В юности именно Иван Чаем я представляла себе загадочные лиловые цветы, которые в романе Клиффорда Саймака «Всё живое» оказались посредниками между инопланетной цивилизацией и земной. Я зачитывалась этим научно-фантастическим романом, и хотя догадывалась, что он больше фантастический, чем научный, всё же допускала, что у земных растений могут быть загадки, разгадать которые нам не под силу. В моём детстве сорняки играли огромную роль. Мои первые в жизни щи были крапивные. Их с добавлением свиного лендлизовского консерва сварила одна привилегированная соседка во время блокады. Из лебеды делали блокадное блюдо хряпу. Главным антисептиком детства был подорожник. Какое количество царапин он залечил? Из какого количества нарывов вытянул гной? Дикие растения были во времена моего детства кладовой и аптекой. Настойка сосновых игл спасала от цинги, сушёная черника от поноса, малина от простуды. Да почему в детстве? Всю доиммигрантскую жизнь. Один из моих любимых запахов – запах деревенской аптеки. На Псковщине, в деревне Алоль, я иногда специально забегала в аптеку ради дивной какафонии запахов. Лечебные ромашки, липового цвета, череды, чабреца и ещё десятков неизвестных мне лекарственных трав. Что уж говорить о ценности сорняков съедобных, щавеля, например, или дикого чеснока. Наши деревенские соседки на Псковщине знали гораздо больше растений, чем мы городские. Пили отвар тысячелистника от печёнки. Жёлтыми лепёшками пижмы спасались от глистов, особенно после войны, когда глисты почему-то были у всех. Чем они там пробавлялись в наших пустых желудках? Но давать рецепты деревенские люди категорически не хотели и на просьбы отмалчивались. Возможно, боялись ответственности, знали об опасной силе трав. Однажды три деревенские тётки устроили лечебную вечеринку. Собрались в доме у одной из них и сделали себе компрессы из отвара зверобоя, то ли от ревматизма, то ли от артрита. Устроились поуютней, выпили, попели песни, посплетничали, посмеялись, да и уснули на всю ночь. А компрессы можно держать не больше четырёх часов. Наутро всех троих с ужасными ожогами наш друг Миша Петров, единственный дачник с машиной, отвёз в пустошку в больницу, где их сначала отругали, а уж потом стали лечить. Осторожное отношение к травам и цветам у меня сложилось в детстве. Остались в памяти страшно раздувшиеся губы у мальчика, который сделал себе дудочку из борщевика, росшего у заброшенной церкви. Неожиданная зловещая магия цветов больше всего поразила меня в юности, в не самом известном, но любимом тогда романе Золя проступок аббата Муре. Героиня романа девушка Альбина выросла в огромном церковном саду и считала его своим покровителем. В саду расцвела её любовь с молодым аббатом, который вскоре устыдился своего преступного любовного пыла и вернулся к священническому долгу. И вот странный конец несчастной девушки. В этот час Альбина всё ещё бродила по саду в немой агонии. И вдруг почувствовала, что вокруг неё с роковой неизбежностью надвигается на землю зима. Ей слышался прощальный шёпот растений, желавших друг другу блаженной смерти. Упиваться солнцем всю тёплую пору, всегда жить в цвету, всегда благоухать, а потом при первом же страдании уснуть с надеждой прорасти где-нибудь в другом месте. Разве это не наполненная до краёв жизнь? Сомнений нет. Сад уготовил ей смерть как высшее блаженство. И девушка Альбина заполняет свою комнату охапками самых ароматных его цветов – лилиями, розами, гелиотропом, левкоями. Она даже затыкает щель под дверью пучками пахучих трав – мяты, вербены, чаблица и укропа. Потом ложится на постель, на ложе из гиацинтов и туберос, и умирает, задушенная их ароматом. Альбина умерла, пишет Золя, с последним вздохом увязших цветов. Читая роман в юности, я забывала, что гиацинты цветут ранней весной, а лилии – в середине лета. Не знаю, может ли действительно цветочный запах убить человека, но вообще говоря, в гиацинтах и восточных лилиях с их сильными дурманящими ароматами я вполне могу заподозрить отравителей. Именно цветы были моей садоводческой страстью. И вообще всё цветущее. Краски цветов казались мне особенным чудом природы, как у бабочек и птиц, с той приятной разницей, что цветы не улетают. Однажды нашла об этом строчке Ахматовой. И анютиных глазок стая бархатистый хранит силуэт. Это бабочки, улетая, им оставили свой портрет. Я знала, разумеется, что краски имеют в природе практическую цель. У птиц приманка самок, у цветов насекомых. Но это ли не чудо, что в дикой природе приманка является такой неопределённый и неопределимый феномен, как красота? В скобках. В одной из телепередач BBC «Наша планета», который так драматически ведёт историк природы Дэвид Эттенборо, я видела поразительный сюжет о тропической птичке. Самец, абсолютный красавец, разряженный, как индейский вождь, готовится к приёму самочки, очень невзрачной барышни. Сперва он мастерски сплетает гнездо, длинный кокон из прутьев, высоко висящий над лесной полянкой. А потом украшает и гнездо, и всю поляну яркими тропическими цветами. Не дать не взять гостиничный номер для новобрачных в день 8 марта. Самочка прилетает, всё осматривает, перепархивая с ветки на ветку, и улетает. Отвергнутый самец понура сидит среди своей красоты, и никто не знает, что именно не понравилась разборчивой невесте. В юности я любила цветы ревниво и была обескуражена высокомерным эссе Честертона, которым мы тогда все увлекались – съедобная земля. Вчера я гулял в огороде, который обнаружил в своих владениях, и думал, почему он мне так нравится. Углубившись в свою душу, я пришёл к выводу, что люблю огород, ибо в нём растёт еда. При этом огород очень красив. Сочетание зелени и пурпурно-капустной грядки и тоньше, и пышнее, чем кричащее соседство жёлтого с лиловым вонютиных глазках. Капуста – твёрдый, увесистый шар. К ней можно подойти с разных сторон, ощутить её всеми чувствами. Подсолнечник можно только увидеть, он как узор на обоях. Конец цитаты. Я была возмущена и считала, что в этом эссе знаменитый парадоксалист проявил литературную беспомощность. Почему, чтобы воспить овощи, непременно надо обругать цветы? Это нечестный приём – возвысить красоту одного – растение или человек или – за счёт принижения внешности другого. Конечно, я давно простила Частертона, тем более, что в других его эссе есть несколько эмоциональных пассажей о розах. Вчера, гуляя по саду, я смело спросил садовника, как называется странная роза, напомнившая мне о чём-то, возмущавшем свой век и волнующим душу. Баглянец её тёмен и густ, мрачен и яростен, как бархат на сцене. Садовник ответил, что она зовётся Виктор Гюго. Да, розы обладают тайной силой. Даже имена их связаны с их сутью, чего почти не бывает у нас, людей. Но роза и сама грозна и царственна. Войдя в прекрасный дом человека, она не сложила оружие, словно вельможек ватрачента в пурпурном плаще с острой шпагой, ведь её шпага – шип. У этого всего есть мораль. Чем драгоценней и спокойней лад, хранимый нами, тем живее должна быть наша смелость и наша стойкость. Гуляя по цветущему саду, я понял, почему безумные лорды в конце охраняет стража алых и белых роз. Конец цитаты. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» глава из воспоминаний Марины Ефимовой. «Записки садовода-любителя». Часть первая. Читает автор. Поэты, сообразуясь с настроением, наделяли одни и те же цветы совершенно разными характерами. Плещеев в своей симпатии к скромной бедности ни за что, ни просто обидел Георгины и Лилии. А подсолнух, в отличие от Частертона, как раз оживил в хрестоматийном своём стихотворении «Мой садик». Правда, нет в нём бледных лилий, горделивых георгин. Только пёстрые головки поднимает маг один. Да подсолнечнику входа, словно верный часовой, сторожит себе дорожку всю поросшую травой. Поэт Алексей Константинович Толстой вдруг обессмертил луговые колокольчики своей любовью, жалостью, раскаянием. «Конь несёт меня стрелой на поле открытым, Он вас топчет под собой, бьёт своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, Не кляните вы меня, тёмно-голубые». Это стихотворение и вообще замечательное. До слёз волнует неожиданной силой сострадания к полевым цветам, словно к народу, попавшему под копыта истории. Очень мне любопытна поэтическая судьба Герани. У Пастернака в одном из очаровательно грустных его стихотворений Герань узница. Зимы, одиночество, домашнего затворничества. Снег идёт, снег идёт, К белым звёздочкам в буране Тянутся цветы Герани за оконный переплёт. А у блока Герань неожиданно соблазн. «В сыром ночном тумане На красный свет огня На алые Герани Направил я коня. О, друг, здесь цел не будешь, Скорей отсюда прочь. Доедешь – всё забудешь, Доедешь – канешь в ночь. В тумане да в бурьяне Гляди – продашь Христа За жадные Герани, За алые уста». В России Герань обычно наделяли обидными чертами цветочной личности. Презвительно называли символом банальности Мещанского уюта. Жалостливо розой для бедных. Даже в старом толковом словаре Так прямо и написано – Дешёвое комнатное растение. Многие русские художники Заметили Герань. Необычный её силуэт, Волнистые, обведённые Тёмной каймой листья. Кустодиев написал Герань Символически – На купеческом окошке В картине «Голубой домик». Станислав Жуковский В картине «Гостиная с роялем» Написал её вообще без цветов, Одни странные листья. Петров-Водкин – Жутковато. Беспомощный мирный цветочек На картине, которая называется 1919 год – «Тревога». Не удосужившись ничего толком узнать, Я долго считала Герань Обитательницей лишь российских подоконников. Совершенно как персонаж Из книги «Жизнеприключения солдата» Чонкина – Капитан Миляга, Который был уверен, Что берёзы растут только в России. Поэтому я ревниво удивилась, Увидев в окрестностях Барселоны, В пропечённом солнцем городке в холмах, Целую улицу коричневых каменных зданий, Где на каждом окне Пылали в ящиках красные герани. Вся улица горела. Только после этого я прочла, Что герань живёт в Европе с XVI века, А до России добралась только в XVIII, Что название цветка греческое, От слова «журавль» И дано странным образом по форме семян, Похожих на журавлиный нос. Даже есть второе русское название, Малоизвестное – «журавельник». В России в моё время Был привычен один вид герани – Комнатная. А их 96 видов только в Европе. В Америке герани на окнах я почти не видела. Зато на весенних цветочных рынках Целые поля гераниевой рассады В маленьких пластиковых контейнерах. Цветы в основном розовые и белые. Их высаживают летом у домов в горшки и катки. Осенью увядшую герань выбрасывают, И до весны её не увидишь. Видимо, комнатная герань – растение старомодное. На окне она цветёт, кажется, Только в пронзительном рассказе Фланна Рио Коннор, Который так и называется – герань. Старик-южанин доживает свой век В пансионе у живописной реки С несколькими старыми дамами И чернокожим работником Руби. Руби занимается домом, Дряхлеющим вместе с обитателями, И возит старика на рыбалку. Дамы едят свежую рыбу И щебечут, что такой улов Требует настоящего мужчину. Старик живёт и не знает, что счастлив. А потом заботливая дочь Забирает его к себе в Нью-Йорк, В квартиру на шестом этаже кирпичного дома, Где из окна виден только другой кирпичный дом, Стоящий так близко, Что жильцы могут переговариваться Друг с другом. Всё неправильно, уродливо, Суматошно в новой жизни старика. Люди вечно торопятся И не понимают, что значит вежливая беседа. Негры, которых он дома отечески любил, Потому что они знали своё место, Здесь, в Нью-Йорке, ведут себя как белые, И даже по-небратски хлопают его по плечу. От всего этого у старика Постоянно стоит ком в горле. Единственное светлое напоминание О прежней жизни – Горшок с геранью, Который в доме напротив Выставляют в окне в 10 утра И убирают в 5.30 вечера. Правда, дома на юге герань была пышная, яркая, А тут чахлая, Похожая не на цветок, А на больного, Которого вывозят каждое утро на солнышко. Но старик рад и такой, И каждый день с волнением ждёт её появление. Однажды утром он видит в окне напротив Не цветок, а мужчину, Сидящего на подоконнике. «А где герань?» – растерянно спрашивает старик. «Здесь должна быть герань, а не вы». Мужчина говорит, что это его квартира, И он, когда хочет, тогда здесь и сидит. А герань упала. Старик выглядывает в окно И видит шестью этажами ниже На асфальте кучку листьев С вывернутыми корнями И с розовым пятнышком посредине. «А почему вы её не подняли?» – Спрашивает он, И чувствует ком в горле. «Вот вы и поднимите, папаша», – Отвечает мужчина напротив. «А то сидите часами у окна И смотрите в мою квартиру. Я в своей квартире делаю, что хочу И не люблю, когда люди на это смотрят». Старик бежит на лестницу, Но, спустившись на один пролёт, Не решается идти дальше И возвращается к окну. На дне двора Всё ещё лежит вверх корнями герань. Старик взглядывает на мужчину. Тот говорит, «Я предупреждаю только один раз» И отходит от окна. Конец цитаты и конец рассказа. Всё-таки поразительно, Какие сильные чувства вызывают цветы, Каким неожиданным образом Возбуждают воображение. Цветы последние, Милей, роскошных первенцев полей. А неунылые мечтания Живее пробуждают в нас, Так иногда разлуки час, Живее сладкого свидания. Это Пушкин. А столетия спустя Ходосевич пишет, «Я вспоминаю, Мне обещаны Последний примирённый день И в небе огненные трещины И озарённая сирень». Умирающий Тургенев Просил привезти ему Из России кисть сирени. И у многих Эта любовь прорывалась Перед смертью Или в мыслях о смерти. Молодой Набоков Написал в 1927 году В Берлине «Но сердце, Как бы ты хотела, Чтоб это вправду было так. Россия, звёзды, Ночь расстрела И весь в черёмухе овраг». Гёте так любил фиалки, Что повсюду рассеивал их семена, Которые носил в карманах. Немецкие садоводы Посвятили поэту Три новых сорта садовых фиалок Чёрный фауст, Красный мефистофель И голубой Маргарита. Был такой поэт В пушкинские времена Мятлев. Никто не знает его стихов, Кроме одной строчки, Которую знают все. Как хороши, Как свежи были розы. Менялись времена, Менялся язык, Тон, жанры, А волнение оставалось. Булгаков пишет в романе Отвратительные, Тревожные, Жёлтые цветы. Чёрт знает, Как их зовут, Но они первые Почему-то появляются Весной в Москве. Это о мимозе В руках у Маргариты При первой её встрече С мастером на улице. Даже в наше Неромантическое время У некоторых стран Остались свои Национальные цветы. Вереск, например, Считается Национальным цветком Норвегия. А в Америке У каждого штата Свой цветок. У Аляски Незабудка, У Канзаса Подсолнух, У Индианы Пион, И так у всех Пятидесяти. Цветы Заполонили Мировую литературу И историю С незапамятных времён. Во всяком случае, С древнеегипетских. Три тысячи лет назад Вторым именем Бога Солнца Атумра Было Сешем Вап Священная лилия. Цветы Анимоны Выросли Из слёз Афродиты По убиенному Адонису. Аконит Или волчий корень Вырос Из ядовитой Слюны Цербера. Греческий миф Превратил В цветы Самовлюблённого Нарцисса И прекрасного Юношу Геоцинта. А мировой Фольклор Превратил Безымянный Цветочек В символ Трудноисполнимого Желания И возможного Счастья. Сюжет Про этот Цветочек Проделал Путь По меньшей Мере От Древнего Рима От Апулея Написавшего Сказку Об Амуре И Психее До Французской Писательницы До середины XVIII века Ле Пренц Де Бамон Пересказавший Один из вариантов Сказки И давший Ей название Красавица И Зверь До Хионии Демидовой Дочери Владельца Уральских Заводов Которая В том же XVIII веке Первой Перевела Сказку На русский Язык И до Ключницы Пелагея Которая Через Полстолетия Слышала Сказку В Астрахани В купеческих Домах И потом Пересказала Маленькому Бурчуку Серёже Аксакову А уж тот Став Сергеем Тимофеевичем Написал Сказку Аленький Цветочек В 1855 Моим Маленьким Цветочком Был Собственный Садик Я мечтала Об этом Всю жизнь И когда Мне уже Было Сильно За 60 Судьба Дала Мне шанс Мы с Моим Мужем Игорем Ефимовым Купили Дом В провинции В штате Пенсильвания Дом Только что Выстроили И за ним Поднимался Пустой Пологий Холм Упиравшийся В лес А перед ним Спускался Маленький Но довольно Крутой Склон Упиравшийся В дорогу Оба Совершенно Голые Сажай Не хочу Одолев Землей Судьба Не снабдила Меня Ни соответствующими Деньгами Ни главное Свободным Временем Времени Было Мало Знаний Ещё Меньше А опыта Никакого Но я С любительским Пылом Кинулась Сажать Сажать У меня Сохранились Фотографии На которых Друзья Сажают Первые Дары Для нашего Сада Вот Супружеская Пара С энтузиазмом Копает Ямы Для двух Голубых Кремлёвских Ёлочек Слишком Близко К дому Под которые Эти ёлочки Потом Залезут Корнями Вот Дамы На самом Солнечном Месте Готовят Грядку С моими Любимыми Настурциями И ноготками Которые В Пенсильвании Хорошо растут Только в тени Вот Фотограф Марк Копелев Запечатлел Жену Уютно Устраивающую У терраски За домом Куст Прелестных Красных Розочек Позже Выяснилось Что эти розочки Называются Monument Розас Не потому Что они Монументальные А потому Что их Сажают На кладбищах Чтобы они Оплетали Могильные Памятники У меня Они Оплели Ограду Террасы Спутались Клубами Напоминавшими Зимой Колючую Проволоку И Игорь Жестокосердно Пилил И рубил Их Предварительно Одевшись Так Как одевают Людей На которых Тренируют Пограничных Собак Но розы Победно Вырастали Снова Еще здоровее И пламенели До глубокой Осени Записки Садовода Любителя Часть Первая Глава Из воспоминаний Марины Ефимовой Марина Михайловна Скончалась В апреле Этого года Через месяц Слушайте Вторую Заключительную Главу И тем самым Последние Страницы Мемуарной Книги Выпуск Поверх барьеров На волнах Свободы У микрофона Иван Толстой Продолжаем Передачу И переходим К запискам Писателя Историка Переводчика Александра Горянина В ожидании Го Часть Вторая У микрофона Автор Всем известно Ходящее мнение О москвичах Они люди Черствые Корыстные Заносчивые В них Нет душевности Москва Бьет с носка Москва Слезам Не верит Я зачастил В Москву Еще в конце Шестидесятых Задолго До Переселения Сюда Мой Московский Опыт Который Я могу считать Уже Полувековым Все это Не подтверждает Знакомые Друзей Друзья Знакомых И даже Знакомые Знакомых Погружались В твои Проблемы Уделяли тебе Время И внимание Хлопотали За тебя Легко Оставляли На ночлег Кстати о ночлеге Сегодня люди Моложе сорока С трудом верят Что в советское время В гостиницу Просто так Было не попасть Требовалось Командировочное Удостоверение Плюс какая-то Заявка От организации Куда тебя Командировали Свободные места В гостинице Обычно были Причем Как правило Именно места А не номера Но если ты Не догадывался Вложить в паспорт Пять или десять Рублей Тебе говорили Сказано вам Русским языком Мест нет Всего однажды Меня поселили Без такой взятки Как сейчас помню Гостиница Урал На улице Чернышевского На Непокровках Четырехместный номер Пришлось Расписаться Под обязательством Выехать По первому Требованию Администрации Я прожил там Неделю Причем Один из соседей По номеру Вставал в половине Пятого утра Зажигая верхний свет Лампы у кровати Предусмотрены не были Все было жестко И сурово Сверх любой необходимости И на таком фоне Гостеприимство И участие Малознакомых людей Впрочем Малознакомыми Мы обычно Оставались Недолго Совпадение Политических Взглядов И эстетических Вкусов Быстро сближало Провинциал Провинциал Старался Отблагодарить Чем мог Южанин К примеру Вез что-нибудь Южное Но в том Подразумеваемом Сообществе Следом которого Я уже по факту Был Это не считалось Сколько-нибудь Важным условием Зато Налаживался Обмен Сам издатам И там издатам В большинстве случаев Более аппетитный Для Приезжего Помогало Также Что уж Скрывать Взаимопомощь С дефицитом Не москвич меня А я москвича Редактора По имени Глеб Ограничусь Именем Научил Следующему Если нужна Твердая колбаса Самая лучшая Из твердых Именовалась Простодушнее Прочих Свиная Из Елисеевского Магазина Где ее В открытой продаже Нет и в помине Надо около Пяти вечера Повернуть С улицы Горького В Казицкий Переволок Дойти до люков Через которые В подвалы Елисеевского По наклонным Желобам Загружают товар И крикнуть В амбразуру Илюша Вскоре Из какой-то Подворотни Возникал Илюша И перечислял Что есть Хорошего сегодня Русская Московская Деликатесная Свиная Майкопская Особенная Малова Уверяла Что поставлял Эту красоту Некий Кремлевский Колбасный Цех Палки Могли быть Вынесены Только целиком Я платил Вперед Илюша Возвращался С продолговатым Пакетом Можно было Украсить Стол К приходу гостей Дать взятку В автошколе Передать Проводником Хоть и без Сакой гарантии В Ташкент Илюшу я унаследовал От своего Отбывшего В эмиграцию Приятеля Жени Кантера Книжника Мастера По добыче Редких изданий Что олицетворял Илюша Блат Или дефицит Сказать не берусь Счастье подобного Рода Не бывало Долгим В один Прекрасный день Илюша Крикнул мне Из своей Амбразуры Что если Сволочь Глеб Мой друг Значит я и сам Такой Илюша явно Не испытывал Недостатков Клиенток Вроде нас Я не стал Ни о чем Расспрашивать Глеба Поскольку Он снабжал Меня работой Он был Сотрудником Издательства Советской Энциклопедии И устраивал Мне заказы На статьи Не только Для своей Редакции Но и для Смежных В это Издательство Я натоптал Тропку Еще Года за три До окончательного Переезда В Москву Близился К концу Выход Третьего Издания Большой Советской Энциклопедии В тридцати Томах Завершалось Комплектование Буквы С Я убедил Редакторов Что раз уж Они упустили Дать в третьем Томе Статью Биографические Словари Ничто не мешает Им дать В двадцать Третьем Томе Статью Словари Биографические Эту статью По энциклопедическим Меркам Здоровенную Двадцать шесть Изнаков Мы с Замечательной Дамой Анастасией Николаевной Веревкиной Как раз Успели Подготовить К сдаче Тома В печати После этого Я набрал Много заказов Энциклопедия Хорошо платила Даже за Крошечные Материалы Причем Только на Интересные Мне самому Темы Для девятого Дополнительного Тома Краткой Литературной Энциклопедии Я написал Статьи О тридцати Персоналях Среди них Генри Миллер Пиджи Вудхаус Ян Флеминг Аллан Милн Артур Кёстлер Гор Видал Джон Ле Каре Всех уже не помню Но Ни одного Пустякового имени А также Большую статью Многоязычие Литературное Об использовании Писателями Более чем Одного языка Прохождение Этой статьи Вызвало у меня Разнонаправленное Недоумение К примеру Твердо зная Что их выкинут Я вставил Три пассажа О Набокове Приведу один После длительного Периода Неиспользования Родного языка Может появиться Отвыкание От него В чем признается Набоков В послесловии К собственному Переводу На русский язык Романа Лолита В самом переводе Легко обнаруживаются Англицизмы Типа Я возьму автобус Конец цитаты Это писалось И редактировалось Напоминаю В 77 году Казалось бы Какой Набоков Какая Лолита А вдобавок Еще и переведенная На русский Но фраза Не была тронута Зато почему-то Было выкинуто Упоминание о том Что Герцен Писал так же И по-французски Не обошлось И без огорчений Была отвергнута Самая большая Из моих статей Россика Литературная О российской тематике У иностранных писателей До 17 года Написать ее Мне предложил Научный редактор Володя Харитонов Уже тогда Мастер перевода Он был картинный человек И курил трубку На короткое время Мы с ним Душевно сдружились Он жил Возле Темирязевской академии Тема Выглядела Вполне очевидной Россия Была местом Действия Немалого числа Западноевропейских И не только Романов Пьесы Даже поэм Мы начали вспоминать Третья часть Робинзона Круза Жильверновский Мишель Строгов Учитель фехтования Дюма Дмитрий Самозванец Олафедевега И.У. Шиллера Романы Анри Труая И.У. Олпола За полчаса Исписали лист бумаги Работа над статьей Заняла у меня Больше месяца Но внутренний Рецензент Нашел я слишком обзорный И упирающий На курьезы Да, я зря Пересказывал поэму Роберта Браунинга Ивана Иванович Как в эпоху царя Петра Крестьянка Лукерья Бросила волкам Чтобы уйти в санях От их погони Двух своих детей В ее родном селе Сосед Плотник И.У. И.У. Узнав об этом Отсекает ей голову А сельский сход Его оправдывает Не обязательно было Упоминать Что Деницетти Сделал из повести Ксавьеда Местро Параша Сибирячка Оперу И уж тем более Не стоило излагать Сюжет простодушной Ранней драмы Оскару Альна Вера или Нигилисты Но в целом Помню Материал был Совсем неплох Поиски заработка Приводили порой К неожиданным решениям Я уже рассказывал Что получил Весной 80-го года Дружеский совет Уехать с семьей Из Москвы На время Приближавшихся Олимпийских игр Ходили слухи Что грядет Зачистка Москвы Уверяли Будут обходить Квартиры Проверять соответствие Между прописанными И проживающими Лучшее средство Против этого Запертая дверь Счетчик у вас В коридоре Отлично Счетчик не крутится Люди уехали надолго Отключили холодильник Проверять некого И тут как нарочно Появился приятель Из Сталина Олег Кивва С потрясающим предложением На июль-август В Якутске Намечена покраска Местной телевизионной башни Она там старенькая И заржавела Собирает бригаду Свой человек Он там главный По этой части И зовет Олега А Олег зовет меня По четыре тысячи Рублей на брата За неполных два месяца Плохо ли? Печали, что пропущу Олимпиаду У меня не было Я к спорту равнодушен Для начала мы Я, Ирина и Ванечка Он как раз Закончил первый класс Улетели в Ташкент Оттуда я не раз Созванивался с Олегом Все подтверждалось Я спрашивал себя Не страшна ли мне высота И сам отвечал В горах не боялся А уж бояться В строительной люльке И вовсе глупо Прямого рейса Ташкент-Якутск Не было Я делал пересадку В Красноярске С удовольствием Провел там день Красноярский Краеведческий музей Занимал изысканное здание В древнеегипетском вкусе В этом советском музее Я узнал, что на прокладке Великого сибирского пути Работали только Вольнонаемные Строили Надиво быстро Восемь с половиной тысяч Километров От Южного Урала До Владивостока Вместе со спрямлением Через Маньчжурию Были готовы за 25 лет При тогдашнем уровне техники Для СССР Такие темпы Оказались недосягаемы Что показал Бам В Якутске Нас с Олегом Бесплатно Поселили в каком-то Общежитии Но на этом Наше везение кончилось Друг Олега Оказался не главным Начальником А примерно Седьмым Шли споры Надо ли вообще Красить убогую вышку Которой почти 20 лет Каменный век Говорили У нас запланирована Самая большая В мире телебашня На вечной мерзлоте А это уж Доскрепит Как-нибудь Местная подрядная Организация Отказалась Почему и возникла Идея Нанять диких варягов Варяги Кроме нас С Олегом Были правда Местные Главный По технике безопасности Встал стеной Не допущу Всякий сброд Друг Олега Успокаивал Пройдете С понедельника Пятидневный Инструктаж И вперед У меня свой человек В обкоме Военный билет У вас с собой Выяснилось Что даже Для самого Краткосрочного Найма Лица Моложе 40 лет Должны Кроме паспорта И трудовой книжки Предоставить Военный билет Их у нас с собой Не было Наше поражение Стало слишком очевидным Я спросил Олега Денег на обратный Билет у тебя хватит Вот и у меня Не хватит На завтра В воскресенье Мы в 7 утра Уже были На пыльной Городской толкучке Каждый со своим товаром Олег продавал Пару обуви Капельку ношеной Он называл Ее штиблеты Я Новые джинсы Американские Они у меня были Широки в поясе И бедрах Я просил за них То ли 120 рублей То ли 200 Уже не помню Люди спрашивали Почем И отходили Олег Трижды сбавлял Свою цену Я стоял на своей Не продам Отобью Телеграмму Ирине Вышли денег Но вот Кто-то купил Олеговы штиблеты Базарные часы Кончались Народ почти Иссяк Появился Светловолосый Красавец С двумя черневыми Сестрами Осетины Бросалось в глаза Что парень мечтает Именно о таких джинсах Но как человек Надива узкобедрой Он явно Не мой покупатель Сестры Тянули его Куда-то вбок Но он снова И снова разворачивал И встряхивал джинсы Изучал ярлыки Спросил Можно ли Примерить за палаткой Я слышал Как сестры Вполне разумно Отговаривают его Но Джейкит Остался тверд Не прося скинуть Он отсчитал полную цену Олег решил Чуть задержаться В Якутске Есть варианты Сообщил он загадочно А меня что-то Подвигло На один из самых Удачных экспромтов В моей жизни Я решил возвращаться Не самолетом А плыть вверх По Лене На карте Это вниз До Усть-Кута Место пересечения Лены с Бамом И дальше следовать В Москву поездом Проверил Сейчас в Яндексе Регулярного Речного маршрута Якутск-Усть-Кут Больше нет Есть долгий И дорогой Круиз Природные памятники Безонепитомники Этнография Рыбалки Прежнее Без затей Пассажирское плавание А это Две тысячи километров Навстречу мощному течению Занимало Кажется Пять дней В неспешные времена Притом Только летом Это все равно Была неплохая Альтернатива Река сильно Приближала тебя К европейской части страны А дальше Четыре дня по рельсам И ты в столице На волнах Радио Свобода В программе Поверх барьеров Вы слушаете записки Писателя Историка Переводчика Александра Горянина В ожидании Го Часть вторая Читает автор Я купил Удивительный Единый билет Смешанного Речного И железнодорожного Сообщения Якутск-Москва Пароход был полон При отплытии Грянуло Прощание Славянки В узенькой Трехместной Каюте Одна из полок Была верхняя Я ее и занял Полку подо мной Занимал подросток Николка Но теоретически Ибо все время Отсутствовал Полноценным же Моим соседом По каюте Был Якут Иннокентий Человек Замечательного Обаяния И совершенно Упоительный Враль Он признался Мне Что с тайными Поручениями О которых Нельзя говорить Уже посетил Примерно Сорок Закрытых Стран И не по разу Его описание Например Тайвань Или Чили Мне Географа Было Трудно слушать Без смеха Но я держался Основное Время Я проводил На палубе В раскладном Брезентовом Кресле У меня С собой Был еще Пахнущий Типографской Краской Роман Французской Писательницы Зои Альденбург «Ля Жоа Су Франс» У меня Неважные Французские Но было Странное Чувство Пусть не Каждое Предложение Ясно До конца Особенно Когда Поминутно Отрываешь Взгляд От страницы Чтобы не Пропустить Что-то На берегу В целом Ясно Все До тончайших Душевных Движений Героев Я прямо Видел Этот Предвоенный Парижский Пригород Медон Частично Населенный Русскими Эмигрантами Их борьбу За выживание Политические Споры Ностальгию Старые счеты И мелкие Инкриги А на этом Фоне Страстную Любовь Сорокалетнего Владимира Пожираемого Туберкулезом И юной Виктории Видел Больничные Залы На 32 Койки И операции По удалению Ребра за ребром Роман заканчивается Его смертью И ее гибелью Не знаю Как французы Воспринимали Название Ля Жуасу Франс Радость страдания Я и сам Не сразу понял Что это Из поэмы Блока Роза и крест Сдайся Мечте Невозможной Сбудется Что суждено Сердцу Закон Непреложный Радость Страдания Одно Путь твой Грядущий Скитанье Шумный Поет Океан Радость О радость Страдания Боль Неизведанных ран Порой лес На берегах Лены Начинал казаться Не классической Тайгой А каким-нибудь Бором На границе Лесостепи Корабельной Рощей С картины Шишкина То вдруг Расстилался Веселый Лук И через него Брел Глядя себе Под ноги Равнодушный Медведь И было много Настоящей Таежной Глухомани Загроможденной Буреломом Как и участков Дренного Мелколесья На местах Былых Пожаров Десятки Километров Тянулись Совершенно Кафедральные Ленские Столбы То серые То каштановые А на рассвете Розовые Когда перед твоим взглядом На протяжении Ста часов Беспрерывно И медленно Разматывается Свиток Такой энергетики Ты сам Того не ведая Погружаешься В выполнение Загадочного Упражнения Из каких-то Восточных практик То ли самопознание То ли очищение Ущелье Ленские щеки Почти триумфальная Арка В конце пути Стала мощной Заключительной Виньеткой Этой ленты Забыл сказать Что до отплытия У меня было Целых два дня Для дополнительного Знакомства С Якутском Тогда город Имел Мало общего С тем Что я увидел При втором посещении Тридцать восемь лет спустя В далеком Восьмидесятом В столице Республики Было кажется Всего полдюжины Более или менее Парадных зданий Среди них Разумеется Обком Тот самый Где у Олегова друга Был свой человек И КГБ Помню много Деревянных домов Вросших в землю По подоконник Том прогревает Вечную мерзлоту И она Засасывает его Меня приятно Потряс Музей Западноевропейского Искусства В Якутске Оказалось Профессор Михаил Габышев Якут Работавший В Москве И Минске Собрал В послевоенные годы Строго направленную Коллекцию Из трехсот Картин Гравюр И скульптур С самого начала Имея ввиду Принести их в дар Родной Якутии В те годы Много чего Можно было купить Особенно в Послеблокадном Ленинграде Прямо в комиссионных Магазинах Ну и конечно У вдов-собирателей На основе Габышевского дара В Якутске В 70-м году Был открыт Вышеназванный музей Пусть без Кранаха и Караваджа Но очень симпатичный Когда я добрался До Москвы Олимпийские игры Уже несколько дней Как закрылись Знаменитый Мишка Вознесся в небо А витрины Магазинов Вновь пустели На глазах Никаких Поквартирных Проверок По крайней мере В нашем доме На Островитяново Не было С тех пор Прошла целая Вечность А я не перестаю Радоваться Что у меня Все вышло Именно так Поиск Дополнительного Заработка Всегда расширял Круг знакомств Еще в середине 70-х Наезжая в Москву Я протоптал Дорожку Не только К энциклопедистам Но и в знаменитый Ныне ИНИОН Знаменитым На всю страну Он стал Правда Всего 6 лет назад По печальному поводу Из-за огромного Пожара в нем ИНИОН Расшифровывается Как Институт Научной информации По общественным Наукам Академии Наук Здесь Среди прочего Выпускали Реферативные Журналы В них Кратко Излагалось Содержание Новых книг Сотрудники Писали эти Рефераты Частью Сами Частью Заказывали На старания Это законная практика Мне легко Подкидывали Такую работу И я даже Выбирал Это буду писать А это нет До сих пор Встречаю В своих бумагах Машинописные Копии Рефератов Самых разных Книг Сыскная Полиция Царской России В период Империализма Население России За 400 лет И тому подобное 40 и более Лет спустя Выражаю Вам свою Благодарность Дорогие Сотрудники Отдела Отечественной Истории Володя Богдасаров Анатолий Твердохлеб Витя Шевырин Маша Чемириская Коля Боков А кого забыл Те простят Меня великодушно Благодаря Вам Я имел Возможность Часто летать В Москву И вникать В подробности Российской истории Коля Боков Был тайным Автором Озорной Самоиздатской Повести Смута Новейшего Времени Его авторство Стало известно КГБ И в 75 году Его Выпорли Из СССР В эмиграции Он стал Плодовитым Писателем И неоновцы Были люди Компанейские В их посиделки Часто вливались Переводчики И поэты Это было Органичное Единство В такого рода Смешанном Но с преобладанием Поэтов В квартирнике Я в последний раз Оказался Уже около Восьмидесятого Года Помню Машу Чемирискую Инну Клемент Бахыта Кинжеева С его кроткой Канаткой Лорой Обсуждали Новости Из Франции От Бокова Обсуждали Его друга Русско-чувашского Поэта Геннадия Айги Теперь Это имя Произносят С почтением Как Увенчанное Премиями Петра Арки Пастернака И Андрея Белого Все помнят Также Что Айги Не раз Выдвигали На Нобелевскую Премию Тогда же Он воспринимался Выражаясь Сегодняшним языком Как Собрат по тусовке Маша Прочла Доставившая Всем много Радости Неизвестно Чье стихотворение Про Айги И Бокова Я его запомнил Шел по бульвару Рас поэт Айги Описывая Разные круги Навстречу Боков Шел с цветами К знакомой Направляясь Даме Айги Взволнованный Растущими Долгами К собрату Обратил Беззвучный зов На что Собрат Не тратя Лишних слов Достал За подкладки Миллион И был таков При виде Этой суммы У Айги Пошли Перед глазами Сапоги Припал он За поддержкой К тумбе А денежки Крапивой Заросли На клумбе Я приехал Тогда как раз За пьесой Бокова Наташа Эпивоваров Но пьеса Не могла быть Мне вручена Ибо ее задержал Предыдущий читатель В итоге Я ее так и Никогда не прочел Обмен запретной Литературой Был в те времена Для множества людей Мощным связующим Фактором Однажды Я упомянул Бахыту Кинжееву Что у меня дома Лежит Ардисовский Альманах Глагол С новой повестью Аксенова Стальная птица А почитать Спросил Бахыт Сложность была в том Что владелец Хоть и дал мне книгу Не оговорив срок Мог заехать за ней Утром По пути на работу Мы тогда жили Без телефона В любой день Выход нашелся Как раз Около шести вечера Нас с Ириной И Ванечкой Ждали в гости К знакомому Реставратору икон Он праздновал именины И в числе гостей Предполагались Дети Ваниного возраста Бахыт заехал К нам в пять И был оставлен С лакомым чтением Уходя ему Оставалось Лишь захлопнуть дверь Мы вернулись Около полуночи Альманах Был видимо Прочитан Дверь захлопнута Бахыт Вскоре Отбыл в Канаду И хотя он Я знаю Наезжает в Россию Пересечься с ним Мне больше не случилось Московские миры Обширны И многослойны В любом случае Большой ему привет Многим думаю Знакома такая ситуация И кем-то кажется Даже описано Говоришь себе Накопилось столько книг Которые были необходимы Когда-то Но выполнили Свою миссию И уже не понадобятся Никогда Вдобавок путем Естественного отбора И отсева Они и сами Постепенно Перекочевали На дальние И труднодоступные полки Конечно Прежде чем Расстаться с ними Навек Надо их бегло Просмотреть Берешь в руки первую И погружаешься в чтение Примерно на час По истечении часа Все распихиваешь обратно Зовут другие дела В данном случае Книга была на английском Россия Народ и власть Автор Роберт Г. Кайзер Сапкор Газета Уошингтон Пост в Москве В середине 70-х Набрядаю на такое место Русский интеллигент Бесспорно Один из великих Человеческих типов Этого мира Хватит одного Тоскливого вечера В Лондоне Или Вашингтоне Долгого обеда Сплошь в разговорах О покупках Ресторанах Теннисе Или лыжах Чтобы понять Чем так привлекает Московская интеллигенция Бытовой Пустяковый Трёп у них Не продлится долго Беседы Вот чем Наслаждаешься здесь Я участвовал Во многих Таких беседах И начинаю сознавать Что именно Об этой стороне Русской жизни Будут вздыхать Дольше всего Я давно Отметил это место У Кайзера И даже как-то цитировал А сейчас подумал Что ведь В каждом Московском кругу К которому я В тот или иной момент Волю судеб Принадлежал Нет-нет Да и затевались Беседы Высокого накала Например На кухне У моего друга Володя Богдасарова Который Когда-то и привел Меня в Инион Володя Несколько лет Проработал переводчиком В Египте Вернулся почти богачом И купил дом В подмосковном Дедовский Друзья и коллеги Часто приезжали К нему целыми компаниями Хорошо помню Кульминацию Одного спора В начале лета Еще аж Семьдесят четвертого года Я был пока далек От своей цели Стать москвичом И по приезде Остановился у Володя Он всегда приглашал В тот вечер Солировал Гриша Коплунов Переводчик Любимый Ученик Райт Ковалевый Хотя ему было Только тридцать семь Все с шутливой Почтительностью Звали его Григорий Иванович Испепеляя Оппонентов Тяжелым голубым взглядом Он напористо повторял Что СССР Это такое место Где ничего не происходит И ничего не произойдет Страна в тупике И в трясине сразу Хозяин дома Окончивший ИСТФАК МГУ Напомнил Что в темные века Когда варвары Уничтожили в Европе Все римское И стали жить своим умом То уже должно было казаться Что прошлое Оставило лишь развалины И непонятные письмена Да и они скоро исчезнут Но античность не исчезла Она стала закваской На которой взошло возрождение Коля Боков Он уедет еще почти через год Который весь вечер Молча слушал Листая Новый Завет Вдруг громко процитировал оттуда Из послания к Галатам Малая закваска Заквашивает все тесто Смешливая дама Из отдела социологии Сказала Что закваска исторической России Судя по скорости общественных процессов Проявит себя лет через 70 Но тут в спор Вступил незнакомый гость Приехавший с кем-то Помню химик Он объяснил Что заквашивание Сбраживание Ферментация Процессы на шкале времени Нелинейные Если для приготовления опары Требуется условно час То по прошествии 50 минут Она навет совершенно не готова Процесс бурно ускоряясь Завершается за оставшиеся 10 минут Но чтобы это произошло Абсолютно необходимы предшествующие 50 И не исключено Что они в нашей стране Уже истекли До прихода Горбачева Оставалось неполных 11 лет Но о мудром химике Я вспомнил лишь сравнительно недавно Когда узнать его имя Уже нет никакой возможности Александр Горен И на этом мы заканчиваем Мемуарный выпуск Поверх барьеров Над программой работали Режиссер Наталья Аркадьева И редактор Иван Толстой Грани времени Еженедельная программа Радио Свобода Мы подводим итоги недели Главные события Глазами наших корреспондентов Смотрим и обсуждаем сюжеты Я автор и ведущий Мумин Шакиров И мой приглашенный гость Слушайте сразу после выпуска новостей Каким вам представляется будущее России? Не знаю Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется Будущее России, как я представляю Это самая лучшая страна в мире Россия У нас все будет очень замечательно Не будет коррупции Образование будет самое лучшее Я только надеюсь А что, как будет, не знаю даже Не вижу будущего в нашей стране Проблемы были всегда И будут такие же, какие были Я не настолько считаю себя оптимистом Но все-таки хочется надеяться на лучшее На данный момент ситуация не настолько оптимистичная И воодушевляет Да что-то какое-то страшновато Радио Свобода Глушить уже поздно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok